Всем привет, друзья! У нас внеплановый ролик, приехали подписчики из Жуковского, кто давно смотрел, кто следит за каналом, это когда я летал в Москву, они меня встречали в Жуковском, мы отвозили до места моей ночевки, а сейчас они приехали и привезли нам кучу подарков, но это попозже я вам покажу, а может не покажу, не знаю, мама уже все попрятала. В общем, они приехали, сейчас они подъезжают к нам сюда и мы пойдем с ними немножко посидим где-то в кафе. Да, всем привет! Ну, я с ними уже тоже виделся, но выйдем, посидим. Всем спасибо, кто меня поздравил с тыщей, так что я скоро, Саня меня научит на телефоне кнопки тыкать и я буду выходить в свет, скажем так, для встречи с вами и будем обсуждать всякую фигнотень. Так, ну вон он, как его зовут? У меня просто привет, потому что одно и то же говорить я уже не хочу. Привет! Привет! Ну и сейчас вот Аксакал наш идет. Или Саксаул. Салон православный. А вот и они. Вот мы их и встретили еще раз. Как зовут? Как зовут? Говорите. Ирина. Ирина. А где машина-то, на которую вы приехали? Чего? Где машина-то, на которую вы приехали? А-а-а. Он его заводил так же, как и нас. Все, ребят, мы встретились. Сейчас пойдем где-то засядем, тут у нас есть кафешка, сядем в кафе. Значит, мы идем. Все, пошли. Так, ребятки, мы засели, короче, в кафе. Вот. Все продумано. Видите как? Все, раз, оп. Сидим. Все зашли-сели, здесь хорошо, прохладненько. Ты еще не приводите? Да нет, ну, заходили нормально. В общем, будем сидеть общаться, потом посидим и у нас есть гид-экскурсовод, который устроит экскурсию еще небольшую по городу. Ну, заведение оказалось безалкогольное, поэтому мы его покинули. А это детальская? Я не знаю. А, есть у нас вот еще один, еще одна кафешка. Ну, так, чтобы недалеко от дома. Пойдем там посмотрим. Все, в безалкогольном заведении. Сами понимаете, встречу не обмыть. Вот так вот. Так что идем, пищем новое. Так, ребят, добрались до нового места. Вот так вот все выглядит. Пересели, перешли. Да, вот так вот выглядит новое место. Любое новое место, оно с нами. Это, да, бар-колесо. В данный момент не работает, но нам сделали исключение. Мы посидим, тут пока будет ремонт, а потом откроется. Мы посидим пока. И будет здесь здорово. Здесь и раньше было здорово, но пока обновляется ремонт, заведение закрыто. Кто хочет, это Крымхлеб Севастопольская. Прям у них в здании практически. Вот так вот. На улице темно, как раз проверю свой накамерный свет. Новый вот приобрел. Пишите в комментариях, как видно, слышно меня. Мы сейчас, в общем, гуляли-гуляли с подписчиками и догуляли до того, что сейчас 6 утра. И мы выезжаем в Белогорск, к Белой Скалек, потому что там проходит фестиваль воздухоплавания. Фестиваль воздушных шаров. В общем, я ничего не вижу на самом деле, потому что довольно ярко мне светит в лицо. Но мы едем и как расцветет по дороге, конечно же, виды. Поехали. Как все-таки хорошо ездить по Симферополю в 6 утра, смотрите. Ни машин, вообще никого. Класс. Ни каких пробок, ничего. Мы решили по этому делу проехать через центр. Обычно ездим по объездным, туда-сюда. А тут решили проехать просто через город. Продолжение следует... Ребята, это самый центр, площадь Ленина. Здесь всегда пробка. Но не в 6 утра, в воскресенье. Вот так вот. Просто красота по городу ездить. А я еще помню времена, когда так всегда было. Вот, да. Хорошая письма. Машин было немного, и вот такое движение было постоянно. Днем, вечером, утром, ночером. Поэтому улица так вообще. Вот улица Кирова выезжаем. Проспект. Проспект, да, Кирова. Уже, ну все, круче нет. Центр. Площадь Советская впереди. Тоже всегда в пробке стоит. Ну, частенько. Дальше Куйбышатник. Вот Куйбышевский рынок. Площадь Куйбышева, которая стоит вообще всегда в пробке. Ну, вот сейчас доедем, посмотрим. Да, ну проспект рассматривается здорово. Далеко, далеко. Да, видно все. Да, потому что рассвело. Площадь Куйбышева, видите, без проблем въезжаем, выезжаем. И направление Феодосийское тоже не загружено. То есть вот это на Ялту у нас ушла направо. На Ялту вообще тяжело. Но Ялту вообще машин нет. И вот оно, Феодосийское направление. Сейчас мы выезжаем через Солбаду на Тавриду, выскакиваем. И по Тавриде до Белогорска. Там на Тавриде сделан отдельный съезд, отдельная развязка на Белую скалу. Так что сейчас будем ехать, посмотрим, что как. Мы, как бы проезжая мимо, ее видели, эту развязку, но на нее еще не съезжали. Поэтому поедем, посмотрим, что кого. Выскочили на Тавриду. Видите, впереди расцвет. Мчимся по Тавриде в сторону Белогорска. Симферополя до Белогорска 37 километров. Как бы недалеко. Ну, не сильно далеко. Так что едем. Таврида, конечно... Огонь. Прям приятно ехать по ней, друзья. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проезжаем Зую, товарищи. Зуя, кто не знает, это самый центр Крыма. Находится ровно в центре Крыма. Поселок Зуя. Смотрите, выезжаю прямо на рассвет. На восход солнца. Красивенько. Дальше Таврида в поля убегает. И забор. И забор. А забор это все Зуя отгорожено. Ну, чтобы шум от трассы в Зую не шел. А то Зую может сдуть шумом. Красиво, друзья, солнце встало. Обалденно. Зую проехали, забор продолжается. Но очень великолепно выглядит рассвет. Восход солнца. Это просто красотища. Новый день начался. Да. Застую на работу. Значит, завтра нам на работу. Солнце встало. Смотрите, солнце съело сейчас будет. О, под горочку солнышко присаживается. Нет, все не садит. Опача, красиво. Вот оно, крымское солнце. Не такое уж и жаркое. В 6 утра. В середине сентября. Слышишь, мы уже двигались. Ребятки, ребятушки, смотрите, солнышко уже встало. И мы доехали, встретились. И шары, шары, шары. Скажите, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Шары. Сейчас Лешик прозумит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Будет видно хорошо, обалденно с нами еще и еще, и еще, ну а как же, куда же, машина, в общем, сейчас доберемся туда и там уже пойдет основная съемка, в общем, все будет, думаю, будет прикольно, но на сам старт мы в этот раз не успели, они уже стартанули, но поедем, поснимаем все равно, очень прикольно. Перекаты, впереди перекаты. Музыка. 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 Друзья, в том году мы были, было 20 машин от силы, сейчас смотрите, сколько машин и где аж запарковано. Здесь запарковано, вот там все запарковано, мы не смогли даже подъехать ближе туда, потому что все везде кругом запарковано. И идет вот такая вот вереница, машин туда-сюда, все разъезжаются в разные стороны, просто сплошным потоком идет. Ну, я не знаю, с чем вдруг связано в этом году так много машин, но я же говорю, в том году мы приехали было, ну, 20 машин, это в лучшем случае, и 3 или 4 шара. Шара, шара, или шара, шара, наверное. Шара объема не имеет. Да, дело в том, что очень много людей, в том году такого, конечно, не было. Смотрите, на самой Белой Скале сколько людей стоит. Снимают, все стоят, ну, все смотрят, снимают, очень интересное зрелище, на самом деле такое завораживающее, когда все это летает, и прям очень-очень клево. Музыка. 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 Ребята, ну правда, да, красотища неописуемая. Просто обалденно. Мы вот стоим, рты пооткрывали все. Класс. Петровский приезжал, забегал. Как раз я стоял, снимал, он подбегает. О, я не ожидал, у меня аж камера сотрясла. Они из Ялты в три часа выехали, чтобы приехать сюда посмотреть. Но они проехали туда дальше, потому что раньше приехали. Проехали дальше, узнали, стоит 7 тысяч и мест нет, говорит. Мы вот сейчас спрашивали. Ну вот они только поехали сейчас обратно. Сейчас в Симферополь, а потом в Ялту. Говорит, 7 тысяч стоит, но мест нет. Ну, блин. Выглядит, конечно, просто сказочно все это дело. Я попал в объективы камер, папарацци здесь у нас. Ребята, представляете, приехали из Подмосковья, да, грубо говоря. Ну, грубо говоря, из Москвы приехали, замерзли в Крыму. Представляете, а мы выезжали, было 10 градусов у нас. Я на градусник посмотрел, 10 градусов. У нас 9, да. 9. Вот так вот. Приехали в Крым, не чтобы погреться, а чтобы померзнуть. Но это только утром. Потом хорошо, да. Но сейчас-то еще... А у нас днем 11. Ребята, еще? Помимо 9, да. Видно, пара сорта идет. Пар идет сорта. Представляете, в Крыму. Жуть, холодно. Машины прибавляются. Экскурсионные. Да, автобусы экскурсионные приезжают прям целые. Ну, и видно, видели, я снимал другой камерой, видели, сколько людей на самой скале стоит. Люди ходят туда, вниз, запарковано. Все, что можно запарковать, все запарковано. Это, конечно, да. Там что-то то ли горело, то ли что. Вроде сейчас стало поменьше. Дымило сильно. Сердечко там село за деревьями. Остались только два полупопия, скажем так. И вороны пролетают не спеша между шарами. Очень здорово, очень. Всем рекомендую, кто не был, никогда не видел, не смотрел, рекомендую приехать посмотреть хотя бы один раз. Оно реально того стоит. Такое, ух, прикольное действие. Ребята, представляете, пробка. Едем в этой деревне, в жизни столько машин не видели, походу. Пробка, чтобы выехать, пробка. Это чуметь. Я, честно говоря, не ожидал, что будет такое количество машин. Причем, как видите, впереди 62-й регион. В общем, много приезжих, много всех. Прямо, видите, оп. Проехали, встали, проехали, встали. Вот, тынь-тынь. Ну, это... Это честно-то вреда будет. Я, вообще, я в шоке. Надо столько машин. Куда? Куда? Да не, мама, он все видит, что-то нервничает. Если только за рулем не она. Тогда мне сильно будет неприятно. В общем, ребят, прям, ну, пипец. Опять стоим, опять пробка. Люди фотографируются на фоне, видите, тут белой скалы. Останавливаются все. Очень много машин. Эти побочины запаркованы. Прям, ну, пипец. В Белогорска уехали мы. Едем по этой новой объездной. Решили съездить, пожарить шашлыки в Скалистом. На Марсианском озере, как его называют. Марсовое озеро, Марсианское. В общем, едем в Скалистое. По этой новой объездной мы в прошлый раз начинали показывать ее от Николаевской трассы. А сейчас мы Николаевскую трассу пересечем и поедем по ней в сторону Севастопольской трассы. Она должна в Леватках выходить. И посмотрим, как, где, чего оно новое выходит. Ну, а этот кусок мы уже вам показывали, когда ехали сюда. А теперь отсюда. Здесь мы начинали на Николаевку, а теперь в сторону Севастопольской трассы едем туда. Вот эта дорога на Николаевку идет. И мы проскакиваем и едем в сторону Севастопольской трассы, которая должна выходить, как я уже говорил, в Леватках где-то примерно. Так что посмотрим. Ну, саму трассу здесь, понятно, особо снимать нечего. Выезд, развязочку покажу обязательно. Да, безумно. Добрались мы до этого Марсового озера. Но пока солнце не встало, цвета этого воды нет. Домики работают. Что? Туалеты, да, почему-то лежат. Раздевалки есть. Домики заработали. Вот они стоят в два ряда. Их тут вот пять и там пять. Ну, десять домов, я так понимаю. Там же тоже есть беседка. Поставили тир. Тира не было. Тир поставили. Здесь вроде ничего не изменилось. Беседки, барчики, все это так же осталось. Но домики, я попозже, сейчас не у кого спросить, попозже узнаю, сколько они стоят. И сообщу вам. Ну и, естественно, пошла экскурсия. И само озеро. Но я же говорю, пока солнце не вышло, еще того цвета нет. Вот здесь начинает оно. Цвет попозже вы увидите, кто еще не видел. Хотя мы много раз здесь были. Цвет, конечно, обалденный. Опять же, для тех, кто не знает, это затопленный карьер. Здесь добывали альминский блок. Белый камень. Вот видите, белое все вокруг. Это пилили такие белые большие блоки. Вот они стоят, выстроены. Вот такие, вот они сложены. Из них строили пятиэтажки у нас строили из таких. Кто мог себе покупал, частные дома строили из таких. Ну, в общем, такой себе очень распространенный материал. У нас называется альминский блок, потому что там река Альма течет. И на альме как раз вот, ну, рядышком. За вот этим карьером есть еще один. Там, по-моему, еще добывают. Хотя, может быть, я и вру. Может быть, ну, не точно эта информация. Но вот как оно есть. Карьер. Рыбаки вижу, на той стороне сидят. Вот здесь ути-ути плавают. Давайте пойдем. Выйдем в открытое море. В открытое озеро. Это такой импровизиал. Ну, вот за этот альминский блок, как раз который здесь и добывался. И здесь соорудили такой... Ну, это место, где местные ныряют в основном. Вот так это выглядит. Здесь можно пройти и посмотреть. Вот так все это выглядит. Сейчас я вам вниз покажу, какой цвета вода пока. Вот, видите, она вот такая. Куча малька. Не знаю, видно на камеру или нет. Но малька очень много. И он довольно глубокий, потому что здесь сразу вы ныряете и глубина большая, потому как был карьер. В общем, как-то вот так. Мы сейчас где-то здесь хотим пожарить шашлычка. Ну, если у нас получится. Все, что мы задумали. Да, пожарим шашлыка, посидим. Сейчас проведем экскурсию. Что тут и как. Видите, они все стоят, водичку фотографируют. А там, я же говорю, куча малька. Ну, сейчас Леха рассказывает, что здесь вся культуренная, а дальше там дикая. Ну что, водичку трогаем? Теплее тем в море. Водичка точно есть. Водичка теплая. Вот видите, начинает этот цвет такой появляться у воды. Я очень красивый. А приятно сколько? Малька только. Здесь рыб мало, а малька много. Там плечи, что вы такой подзрослые. А мы сейчас туда пройдем. Вот, ребята, зашли, показали инфраструктуру. Вон опять же рыбачки. Здесь, видите, эти штуки, которые таскают. Одна просто по прямой, одна с трамплинами, катамараны. Катамаранов добавили, я вам скажу, потому что, смотрите, 4 и 3 лежат. Было их всего там 2 или 3. И добавили вот такую штуку, по которой можно бегать, прыгать, там дурачиться с батутами, булькой в воду, в общем. Ну, так, все потихоньку окультуривают. Сходни, все, ну, вот такое. Сейчас мы определимся, как я уже говорил, и попозже включимся. И солнышко встанет, я вам покажу виды нормальные. Беседки, почем, узнал, почем беседки? Беседки 400 рублей час. Но если вы берете на час, первоначальный платеж у вас 800 рублей, типа 400 рублей залога. Если там грязную оставили беседку или что-то такое, то вам залог типа не возвращается. Ну, а вообще 400 рублей час, плюс, как это, на весь день, если на весь день брать с 10, до 9, по-моему, вечера, стоит, или до 8 вечера, что я забыл уже, стоит 2,5 тысячи. Вот так, это беседки. Про домики узнаю попозже. Так, ребятки, ну что, у нас Ирина нарезает мясо. Мясо Мироторговское. Уже замаринованное. Да нет, этот будет. Этот вот будет, да. Этот решили не резать целиком, и этот целиком. Вообще куски такие Мироторговские, здоровенные, попадаются уже, ну, на две части приходится резать. Мы сели, у нас вот водичка. То есть, все, да, все хорошо. Начинает приобретать свой приятный цвет. Здесь я. Там Алексей разводит мангал. Разводит кролика. Катюш, достанись, уходи. Еще один летит. Пойду. Самолеты у нас что-то сегодня разлетались. А это тут и зеленый. О, и зеленый, это С-7. С-7, да. Да, ребят, С-7 летит. Все утро летают самолеты. Прям все утро. Туда, сюда. Такой приятный дым пошел. Да? Мясо не надо. Достаточно просто приехать. Приятный будет, когда ты заложишь туда мясо, и вот тогда придет приятный дым, запах. Приятный будет, когда я заложу заворотник дома. Когда приедем. Все высыпали? Нет, нет, нет. Все, все, все. Хоть туда его. Сгорит? Сейчас загорится. Надо какую-то везду сейчас прогорить. Это не натовская, это наша нормальная звезда. Ты че? Вот дым пошел, значит, сейчас пых. Давай, 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 давай. Сейчас загорится. О, есть. Запад пропал. Огонь пошел зато. Я вижу огонь. Звезду пропалило, как ты говорил. Все, ребят, заводим, будем жарить. В общем, вот так вот отдыхаем, сидим. Ну, про домики пока узнать не у кого. Узнаю, я помню, обещал. Постараюсь. Мы без спиртного, без ничего. Да, кстати, вот эти штуки. Номер телефона тут. Мангал, мусорничек, все рядышком. Единственное, что дрова, ну, мы со своим углем. А так здесь дрова, наверное, дают или уголь, или дрова тоже можно взять. Люди уже купаются, если что. В волейбол, правда, пока никто не играет, но я думаю, скоро будут. Итак, Алексей у нас стандартно, как шашлычник. Вот такой. Вот у нас шашлык-машлык. Хороший. Да, но я все-таки против изначально древесного угля без деревянных дров. Я все-таки, знаете, как по старинке. Я все-таки за то, чтобы сначала дрова, они горят, из них получается уголь. И вот потом как раз можно все это дело жарить нормально. Потому что вот этот вот 21 век это что-то не по мне. Люди потихоньку собираются купаться туда-сюда. Горячий вылетел. Стрельнула в Лешика. Красота. Сидим, кто на солнце, кто в теньке, кто-то греется, а я в теньке сижу с краюшкой. Ну-то я сижу в теньке. Ты стоишь в теньке. Ну какая разница. Ты стоишь в теньке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прям в углях Ой, это вкуснятина, ребят В общем, как-то вот так пока Озеро приобретает свой естественный вид Красивый цвет Но еще рано, еще надо чуть подождать, чтобы солнце повыше стало Мы вроде как поели у нас тут остатки сейчас все эти Все собираемся и будем выезжать У нас здесь вот еще пришли вот такие рыбы чуть досталось Кошка в положении Поэтому ей дали рыбы В положении полулежа После, знаете, после шашлычка я бы сам сейчас в положении полулежа бы упал Ой, ну здорово, конечно, посидели И опять же на берегу Виды и все дела И озеро уже, видите, цвет Прям вот он, цвет-цвет пошел Красота Но подозрительно мало людей Катамараны, конечно, катаются Видели, как эти здесь гоняли На досках Натяжные вот эти штуки Но крайне мало людей для воскресенья Я думал, воскресенье здесь забивается Но говорят, вчера было прилично Потому как сегодня даже некоторые кафе не открыты До сих пор Сколько время, кто знает? 12 Без 10-12 О, без 10-12, без 15-ти Закрыто, видите, все закрыто Поэтому узнать, почем эти вот домики Не представляется возможным Но мы сейчас пойдем, нам надо рассчитаться за эту вот За беседку Пойдем И я там спрошу, может быть, я не знаю Вот эти домики, они вот стоят прям Ну, интересно В общем, посидели, наобщались Да? Наелись, наобщались Здесь надо еще такие топчаны ставить, чтобы можно это было Брык Лучше двухэтажные эти Как они называются? Гамаки Гамаки, да Чуть ниже и чуть выше Сразу здесь же И вот, слушай Турция у них вообще А гучки пусть пашут Вот так вот, друзья Так что сейчас потихоньку добираемся домой Еще заедем на пивзавод Ну, помимо того, что мы себе возьмем И гости у нас тоже И Олег, да? Пивка? Да, обязательно И, ну, в общем, возьмем еще пивка Вручим подарки от нас От них мы уже получили подарки Теперь вручим подарки от нас И... И все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!